Привет, друзья! Сегодняшний эпизод посвящен важности человеческой памяти, памяти исторической, памяти генетической, а главное тому, как дорого приходится платить людям, а иногда даже целым народам, за свою забывчивость. Но прежде чем перейду я к этой теме, хочу ответить на все вопросы по поводу финансирования моего канала, которые мне поступают, продолжают поступать. Кто финансирует канал, сколько я им зарабатываю и так далее. Отвечаю. Канал я финансирую сам и пока что ничего им не зарабатываю. Наоборот, каждый месяц канал теряет некоторое количество денег, потому что я плачу за обложки дизайнеру, я плачу за подписку на StreamYard. Это платформа, позволяющая делать прямые трансляции. Плюс я купил вот эту камеру хорошую, изображение вы сейчас видите. А это лучше, чем изображение, которое происходит с лэптопа. Еще некоторые траты. А единственное поступление, фактически, это мне некоторые люди переводят по 5 долларов в месяц через Патреон. И если таких людей постепенно наберется, ну, несколько десятков, то канал, я надеюсь, перестанет хотя бы терять деньги. И сноска на Патреон стоит уже под этим видео, и буду признателен за любую поддержку. Кстати, можно давать и больше, чем 5 долларов в месяц, кто хочет. Но самое-то главное, это, конечно, ваши лайки, которые не стоят ни копейки, но которые очень помогают. И благодаря им, похвастаюсь, вот последняя беседа с Севой Новгородцевым уже собрала больше 65 тысяч просмотров, и они продолжают расти. Так что, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь информацией с друзьями. А когда вы подписываетесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик. Тогда про все новые эпизоды и про все новые прямые эфиры вам будет приходить оповещение, на которое нажимаешь и сразу видишь эпизод. Все, перехожу к теме. Человеческая память. Важность человеческой памяти. Есть такое известное выражение, когда Господь хочет наказать, Он лишает человека рассудка. А что такое рассудок? Что такое наш ум? Он состоит из двух компонентов. Это память и способность размышлять. Я помню, что я сделал, я анализирую это, я понимаю, что это была ошибка, и я больше ее не повторяю. Например, что-то я плохо чувствую после ужина. Я вспоминаю, а, я же запивал соленый огурец кефиром, а водку запивал пивом. Это была ошибка, больше я ее не повторю. Или пошла на свидание с таким сексапильным мужчиной, так хотелось, но после свидания почему-то осадок остался. Я вспоминаю, что же не так пошло. А, он опоздал на свидание на час, пришел в ресторан в грязной футболке, назвал меня Людой, а меня зовут Маша, а в конце не расплатился, сказав, что забыл бумажник, и пришлось мне платить. Больше с ним на свидание не пойду. Но бывают люди, которые продолжают смешивать водку с пивом, и продолжают ходить на свидание с этим же человеком, а иногда выходят за него замуж. И, к сожалению, бывает, что Господь наказывает почему-то целые народы, отбитые памятью, или неспособностью анализировать прошлое. Не прошло и 20 лет между Первой мировой войной и Второй мировой войной, а большое количество немцев забыло о том, какое горе принесла эта война, Первая война, Германии развязанная, прежде всего самим немцам, но и всему миру. И они же начали Вторую войну, Вторую мировую войну. Уинстон Черчилль по профессии своей был историк, исторический писатель. И до и после своего премьерства, своей блестящей политической карьеры, он зарабатывал на жизнь тем, что писал книги исторические об истории английской империи, об истории западной цивилизации. И он прекрасно знал и никогда не забывал, что никогда ни одного тирана уступки не останавливали. То, что называется по-английски политика appeasement, то есть попытки умиротворить тирана, никогда не приводили к добру. Черчилль говорил, тот, кто выбирает между позором и войной позор, получает и позор, и войну. Просто войну чуть позже. Эту фразу он обращал к своему предшественнику главным образом, к Невилу Чемберлену, который был премьер-министром Англии в 30-е годы, до Черчилля. И который, видимо, не знал истории так хорошо, как Черчилль. Или не помнил, или не умел анализировать. И Чемберлен шел на уступку за уступкой Гитлеру. Потому что он думал, ну Гитлер же цивилизованный человек, он же прагматик, он же видит, что мы хотим дружить, что мы не хотим войны, что ничего мы против не имеем Германии. И Чемберлен отдал Гитлеру сначала Австрию, аншлюз Австрии, без единого выстрела нацистская Германия забрала Австрию. А после этого без единого выстрела забрала Чехословакию. Тоже из-за Чемберлена. Потому что динамика же была и тогда, и сейчас какая. Есть малые страны Европы, а есть главные страны Европы. И главные страны, главные демократии Европы, на сегодняшний день это Франция, Англия и Германия, а тогда это была Франция и Англия, они должны защищать малые страны Европы от возможных нападений диктаторов. И на тот момент, в 30-е годы, у Англии и Франции было соглашение с Чехословакией, что в случае агрессии против Чехословакии Англия и Франция будут ее защищать. И вот этот договор был нарушен Чемберленом только чтобы не было большой войны, только чтобы Гитлер не напал на Англию и на Францию. Они, Чемберлен и премьер-министр Франции Деладье в тот момент, считали себя миротворцами. И чтобы предотвратить войну, они пошли на позорный пакт в Мюнхене в 1938 году. В Чехословакии была Судетская область на границе с Германией. В Судетской области исторически долгие годы жили этнические немцы, которые говорили по-немецки. И вот Гитлер сказал, что Германия должна защитить чешских немцев, чехословацких немцев, говорящих на немецком, от притеснений со стороны Чехословакии, со стороны местного населения. Вам это ничего не напоминает, говоря об исторической памяти? И страсти нарастали, и британское правительство было очень встревожено такой агрессивной риторикой Гитлера. И вот в момент, когда страсти уже достигли высокого накала, и было заседание английского парламента, пришла телеграмма, которую Чемберлен торжественно зачитал перед парламентом. Это было приглашение от Гитлера встретиться в Мюнхене и раз и навсегда решить вопрос Чехословакии. И на эту встречу приглашались Гитлером Муссолини, его соратник и диктатор Италии фашистской, Чемберлен, главная фигура от так называемого демократического мира Европы, демократической части Европы, свободной Европы, и премьер-министр Франции Деладье, четыре человека, четыре лидера. И когда Чемберлен зачитал эту телеграмму перед парламентом, это был сентябрь 1938 года, и он торжественно сказал, я тут же сажусь на самолет и я лечу в Мюнхен, чтобы добиться мира. И весь парламент английский вскочил на ноги с овацией, воодушевленно приветствовали это приглашение Гитлера. И было только три человека в парламенте, которые не встали на ноги и не аплодировали. И одним из них был Уинстон Черчилль, который на тот момент никакой реальной властью не обладал. Был просто одним из министров. Министр без портфеля, что ли. То, что я вам сейчас рассказываю, взято из моего любимого источника о Второй мировой войне, из книги одного из самых великих историков XX века, сэра Мартина Гилберта. Я вам покажу сейчас эту книгу. Вот как она выглядит. Это книга о Черчилле, о его жизни. Это биография Черчилля. Мартин Гилберт был официальным биографом Черчилля. И, как вы видите, книга эта не очень тонкая, но ее не обязательно читать всю. Можно прочитать только главы, связанные со Второй мировой войной. Начать где-то с 1928, скажем, года и по 1945. На мой взгляд, это чтение гораздо увлекательнее любого триллера. И именно эти главы Второй мировой войны из этой книги я перечитываю примерно каждые два года минимум и знаю их почти наизусть. Книга эта, кстати, есть на русском языке. И вот состоялось это историческое заседание в Мюнхене двух диктаторов и двух лидеров так называемого свободного мира. И был подписан этот пакт в Мюнхене о Чехословакии. Этот очень важный, исторический и, конечно, позорный пакт для Чемберлена и для Деладье. Он был позорным не только потому, что они предавали Чехословакию, нарушая свое с ней соглашение о взаимопомощи в случае агрессии. Но главным образом это был позорный пакт, потому что они оказались лохи. Они были обмануты. Гитлер и Муссолини, подписывая эту бумажку, не собирались выполнять эти условия. Они прекрасно знали уже в тот момент, что они будут развязывать войну, что они перекроят Европу на свой вкус. Просто теперь, получив возможность взять сначала Судетскую область Чехословакии, а потом и всю Чехословакию без единого выстрела, им будет перекроить эту Европу гораздо легче. И в тот момент, когда Деладье с Чемберленом подписывали это соглашение с Гитлером и Муссолини, в отеле неподалеку несколько дипломатов из Чехословакии, которые специально прилетели на эту встречу в надежде, что их пригласят, что их хотя бы выслушают, ждали. И этих дипломатов чехословацких никто не пригласил. И они улетели обратно домой, в Чехословакию. То есть, судьба маленькой страны Европы была решена за нее, без нее. Это вам ничего не напоминает? И с сегодняшнего дня, говоря об исторической памяти, исторических параллелях. Послушайте интервью Дмитрия Гордона с Дмитрием Кулебой, министром иностранных дел Украины, которое на Ютубе есть. Записано оно было где-то полтора года назад, когда Гордон и Кулеба гуляют по Киеву. И Гордон его спрашивает про начало войны. По тайм-коду очень легко найти то, что рассказывает Кулеба про 22 февраля 22 года, за два дня до начала войны. В этот момент Кулеба был в Вашингтоне. И точно так же, как эти чехословацкие дипломаты, которые прилетели в Мюнхен в 1938 году, Кулеба очень надеялся на встречу с президентом Байденом, от которого в большой степени зависела судьба Украины. И точно так же, как эти дипломаты чехословацкие в 1938 году, Кулеба не знал до последнего момента, состоится ли такая встреча, пригласят ли его в Белый дом. Он говорит, все так организовано, тебе никто ничего не говорит. Это цитата из этого интервью. Но все-таки этот телефонный звонок прозвучал. Мне кажется, он ехал в машине, прозвучал телефонный звонок и сказали, ты не можешь подъехать? Вы не можете подъехать в Белый дом? Через полчаса. Для встречи с Джейком Салливаном, который советник президента Байдена по вопросам национальной безопасности. И Кулеба, естественно, сказал, да, конечно, и машина развернулась, и они поехали в Белый дом с послом Украины в Соединенных Штатах. И вот он рассказывает в этом интервью, как его посадили около кабинета Салливана, и он ждал, не зная точно, с кем ему удастся встретиться. Никто ничего тебе не говорит. Довольно унизительно, кстати. Я думаю, что с послами Франции, Англии обращаются в Белом доме иначе все-таки. Так вот, и Кулеба говорит, что как раз заканчивалось заседание Белого дома ведущих и военных, и дипломатов, и политиков американских по Украине. И когда оно закончилось, а он ждал около этого зала, то дверь открылась, из нее стали выходить все эти, некоторые в погонах, в орденах, в медалях, а некоторые при галстуках, все эти важные ведущие люди американской политики. И увидев Кулебу, они подходили к нему, и, как он говорит образно, вздыхали, жали ему руку и уходили. Как будто они прощаются с человеком, у которого четвертая, неоперабельная, безнадежная форма рака. Это говорит Кулеба. И мой вопрос к вам. Насколько это лучше, чем то, как обошлись с Чехословакией в 38-м году, чем Берлен и Деладзье? Вы скажете, но Запад же стал помогать Украине. Но когда он стал помогать Украине? Он стал помогать Украине, когда она сама своей кровью, своим героизмом, своим военным мастерством, благодаря в большой степени заложенному, выстояла в первые недели. Но небо не было закрыто. Города украинские бомбили, люди гибли. Я никогда не забуду, как по телевизору, по американскому, показали одну беженку, женщину в слезах, которая в этой страшной толпе беженцев стоит и обращается к репортеру и говорит прямо на нас, глядя в экран, сделайте что-нибудь. Обращайтесь к Западу, сделайте что-нибудь. Вы же можете. Но Запад ничего на тот момент не делал. Один украинский дипломат, посол в одной из западноевропейских стран, сидел в эти первые дни, первые часы войны, уже 24-го числа, и ждал встречи со своим, то, что называется, counterpart, то есть со своим, ну, на таком же уровне дипломатом этой европейской страны. И когда, наконец, его приняли, после долгого ожидания, и он попросил о помощи, то этот дипломат западный в ответ ему сказал, а чего вам помогать? Вас больше нет. Вас больше нет. You are no more. Вот что такое Запад на тот момент. А уже потом, когда не удалось Украину взять в 72 часа, и когда развеян был миф о непобедимой российской армии, вот тогда Запад начал помогать. А на этом заседании, после которого выходили эти люди, прощались с Кулебой, как будто он обречен, его страна обречена, на этом заседании американцы эти сформулировали и дали Украине 72 часа. Они были убеждены, что Украина за 72 часа падет. А до этого, за день или за два, было такое же заседание всех руководителей НАТО, всех стран НАТО. И там они тоже сказали, 72 часа мы даем Украине. И не думали они помогать Украине в первые дни. Точно так же, как Крым был отдан. И они думали, что сейчас тоже будет, как с Крымом, без единого выстрела. Просто была Украина и нет ее. И когда огромная колонна российских танков, путинской армии, растянутая на 40 миль, шла, медленно продвигалась по направлению Киеву в первые дни войны. И весь мир, парализованный, глядел на это по телевизору. И западные лидеры не делали ничего. Мы только все смотрели. Парализованные. Точно так, как 1 сентября 1939 года, когда Гитлер, нарушив все свои пустые обещания Чемберлену, начал Вторую мировую войну, напал на Польшу. И в сентябре 1939 года весь мир, парализованный, глядел на это, как Гитлер одну за другой брал эти малые страны Европы. Щелчок за щелчком они падали. Не только малые, Франция тоже пала. Параллель прямая. Паралич мира. Вернемся к этому интервью Гордона с Кулеба. И в нем он подробно рассказывает о своей встрече с Байденом, которая все-таки произошла после этого заседания, после которого все эти прощались, они вышли из кабинета, и после этого Кулебу пригласили в кабинет Байдена. И он рассказывает, что это была очень теплая встреча. И он подчеркивает, что Байден очень сочувственно относится к нашей стране. И Кулеба много раз произносит это слово сочувствие. И он говорит, что нам повезло, что президентом Америки является Байден. И, естественно, Кулеба, будучи профессиональным, хорошим дипломатом, только так и может говорить. Потому что на тот момент, когда интервью у него берет Гордон, уже Америка помогала. Сильно достаточно помогала. Ну, это относительно, но она помогала. И, естественно, Кулеба должен выражать эту благодарность. Но в то же время мы же читаем между строк, и он говорит, заканчивалась эта беседа тем, что Байден сказал, они заговорили о детях, Байден про своих детей, Кулеба про своих детей, и Байден сказал, помните, что самое главное это ваши дети. Сказал он министру иностранных дел маленькой европейской страны, на которую уже ясно было неизбежно нападение большой и мощной страны, агрессора. Которой они на этот момент помогать не собирались. И вот этим сочувствием, о котором Кулеба несколько раз повторяет, и ограничивалось все. Мы вам сочувствуем. Видите, друзья, какая интересная штука историческая память и как она важна. Если бы была эта историческая память у президента Обамы, может быть, не отдал бы он Путину Крым так легко? Или хотя бы отдавая Путину Крым, он бы сознавал, что это только начало, что Путин не остановится. И Крым взят был Путиным точно под тем предлогом, под каким Гитлером были взяты судеты у Чехословакии, что есть этнически русское население, которое притесняется украинским населением, и мы должны их защитить. Трагедия мира сегодня не в том, что есть Путин и коммунистический Китай, и Иран, и Хизбалла, и Хамас. Тираны и тирании были всегда и будут всегда. Трагедия нашего времени в том, что сегодняшние лидеры свободного мира, начиная с, прости, Господи, президента Байдена, прости, Господи, сверхдержавы, Соединенные Штаты Америки, они все больше похожи на Чемберлена, чем на Черчилля. Они все опизерис, то есть старающиеся умиротворить тиранов. Они все считают себя миротворцами, как и Чемберлен. Они все, как и Чемберлен, считают, что уступки тиранам могут их остановить. И точно как Чемберлен, они своими уступками только укрепляют тирании, они укрепляют диктаторов, и они меняют ситуацию к худшему. И все они, сегодняшние лидеры свободного мира, будут забыты историей. Как забыли люди, кто такой Чемберлен, как тем более забыли, кто такой Деладье, потому что это все политические лилипуты. А Гитлер и Муссолини остались в истории, как тираны с большой буквы Д, которые подписывали это мюнхенское соглашение с Деладье и Чемберленом. И Черчилль, и Рузвельт остались в истории, как те лидеры, настоящие лидеры, которые свернули шею диктаторам. Потому что в истории остаются не хорошие или плохие, а большие, крупные, сильные лидеры, которые не плывут по течению, которые способны брать на себя риск и брать на себя ответственность. И среди них, исторических лидеров, есть монстры и есть светлые личности. Среди них есть аристократы духа и есть хамы. Но они все способны менять вектор развития истории. И из сегодняшних лидеров мира в истории останется Владимир Путин, конечно, как монстр и как диктатор. И останется Владимир Зеленский, который в первые месяцы войны мобилизовал Украину и не бежал из страны и, рискуя собой, сказал, мне не нужно такси, а мне нужно оружие. Одна эта фраза сделала его исторической фигурой, при том, что к Зеленскому на сегодняшний день масса претензий. Это сложная, противоречивая фигура, но в истории он останется. И останется в истории Натаньягу, при том, что к нему масса претензий на сегодняшний день. Но это историческая фигура. И, конечно, останется в истории Дональд Трамп, при всей его противоречивости и неоднозначности этой личности. А то, что сегодня Трампа ненавидит огромная часть населения земного шара, так ведь и Черчилля ненавидели. Очень сильно. Прежде всего, Черчилля ненавидели его же соратники по консервативной партии, которые никогда ему не простили то, что он эту партию покинул. Всего через 4 года, как он от этой партии пришел в парламент в 90... в 900-м году. А уже в 904-м году он перешел к либералам. Это его никогда не простили. И даже сегодня масса людей ненавидит Черчилля. Одни от полного отсутствия исторической памяти, а другие ненавидят его потому, что Черчилль собою олицетворяет центр, суть всех этих идей настоящего свободного мира, этих идей, которые верные, смелые, иногда очень жестко и неприятно звучащие, которые эти люди ненавидят всем своим существом. Потому-то президент Обама и вынес бюст Черчилля из овального офиса, как только стал президентом. А когда Трамп стал президентом, Трамп вернул этот бюст Черчилля и поставил на прежнее место в овальном офисе. А когда Байден стал президентом, он опять взял этот бюст Черчилля и вынес из овального кабинета. И заменил его, на кого бы вы думали, лидера коммунистического рабочего движения Америки Сейзара Чавеса. Но Сейзар Чавес, при том, что был коммунист, и при том, что был до своего времени очень левый человек, при этом Чавес был категорически против нелегальной иммиграции в Америку. Он больше всего боролся за права американских фермеров на границе с Мексикой. Он сам был мексиканского происхождения. И Чавес понимал прекрасно, что нелегальная иммиграция это страшное зло для Америки и прежде всего для американских фермеров. И сегодня не исключено, что Чавес, чей бюст стоит в овальном кабинете Байдена, Чавес сегодня возможно гораздо больше общего нашел бы с Дональдом Трампом, чем с Байденом. Но Байден вероятно начисто лишен исторической памяти. Или просто никогда ничего и не знал о этом Чавесе. Еще одну интересную историю расскажу вам в контексте темы об исторической памяти. Одной из самых интересных книг интересных и важных книг об истории Второй мировой войны являются дневники графа Галиацо Чиано. Это был зять Муссолини, зять Дучча итальянского диктатора. Он был не только зять Дучча, но он с 36 по 43 год выполнял функции министра иностранных дел фашистской Италии. занимал эту должность вплоть до самого своего ареста в 43 году, который произошел потому, что когда уже изменилась ситуация и для фашистской Италии стало совсем неприятно и уже с юга наступали американцы и англичане и громили итальянцев и в этот момент Чиану с некоторыми еще людьми политическими военными попытался организовать военный переворот и сменить сместить своего тестя арестовать Муссолини Но получилось все наоборот и арестовали этих мятежников и после этого несколько месяцев Муссолини пытался спасти его жизнь Муссолини умолял Гитлера сохранить жизнь своему зятю Но Гитлер в таких ситуациях был непреклонен и в январе 44 года Чиану был казнен Но дневники его сохранились и были опубликованы И сегодня это очень сильный и очень интересный документ Потому что это правда Это не книга политика или историка Потому что книга политика или историка она всегда все таки ну точка зрения важнее чем правда А здесь это во-первых чистая правда это дневник человека Это дневник человека который находится с той стороны этих баррикад и который на момент когда он это пишет особенно в начале этих дневников 36 37 38 39 да он полностью убежден в правоте своих идей идей итальянского фашизма и он полностью уверен в победе в победе их победе Муссолини и победе Гитлера поэтому это страшно интересно читать так вот в этих своих дневниках Чиану описывает один эпизод прежде всего дам вам контекст Чемберлен после того как подписал Мюнхенское соглашение с Гитлером и с Муссолини и хотя это соглашение казалось бы предотвращает большую войну и самого Чемберлена по возвращению в Лондон тысячи англичан встречали в аэропорту рукоплескали и встречали его как миротворца который принес мир навсегда но сам-то Чемберлен чувствовал в глубине души что миротворец он липовый и глядя на то что Гитлер продолжал делать и говорить не чувствовал Чемберлен что отдав ему эту судетскую область Чехословакии Гитлер остановится и Чемберлен думал что же я еще могу сделать чтобы все-таки войну предотвратить может Гитлер все-таки не все понял что я ему сказал я должен с ним еще раз встретиться и еще раз его заверить в том что мы не хотим войны и мы готовы дружить и сделаем все что он все что он захочет все что он нас попросит только чтобы не было войны и Чемберлен после уже Мюнхена пытался встретиться с Гитлером опять и опять опять и опять просил Гитлера о встрече а Гитлеру после того как он получил эти подписи де ладье и Чемберлена на пакте в Мюнхене не было уже нужно встречаться с Чемберленом вообще Гитлер полностью утратил к Чемберлену интерес и уже мог не скрывать своего полного к нему презрения и Гитлер ему во встречах отказывал и отказывал и никогда с ним больше не встретился тогда Чемберлен стал просить о встрече Муссолини и Муссолини все-таки снизошел до него и пригласил его в Рим и вот в январе 39-го года произошла эта встреча Чемберлена и Муссолини в Риме которую описывает в своих дневниках Чиано потому что сам он на этой встрече присутствовал как министр иностранных дел фашистской Италии и вот что он пишет эта встреча пишет Чиано она не имела никакого значения Чемберлен опять и опять повторял о своих миролюбивых настроениях я хотел получить в ответ такие же заверения от Дуче от Муссолини а Муссолини который прекрасно знал что будет война он прекрасно знал про свои и Гитлера планы настоящие планы но он снисходительно высокомерно кивал этому Чемберлену а когда встреча закончилась и Чемберлен улетел обратно в Лондон то Муссолини за ужином сказал своему зятю он сказал эти люди имея ввиду Чемберлена и лорда Халифакса который тоже прилетел с Чемберленом из Лондона на эту встречу и такой же был как Чемберлен Эпизер соглашатель такой же был трусливый он сказал эти люди сделаны совсем из другого теста чем Фрэнсис Дрейк и другие великие основатели британской империи а Фрэнсис Дрейк это я от себя вам напомню был легендарный британский мореплаватель политик который в 16 веке поменял динамику доминирования на море отнял у испанцев доминирование на море благодаря Фрэнсису Дрейку Англия стала великой империей в большой степени и великой морской державой и Муссолини проводя эту параллель сравнивая Чемберлена с Фрэнсисом Дрейком доказал что таки Муссолини знал историю таки у Муссолини была историческая память и он умел размышлять и абсолютно точно он проанализировал припечатал этого Чемберлена так вот он сказал эти люди ничего общего не имеют с Фрэнсисом Дрейком они совсем из другого материала и дальше он сказал они просто усталые сыновья многих поколений богатых людей это цитата Муссолини про этих людей порода этих новых политиков новых политиков Чемберлен еще раз говорю Муссолини сказал они просто уставшие сыновья многих поколений богатых людей переводя на сегодняшний язык он сказал они просто Это уставшие сыновья многих поколений партийных элит, политических элит. Вам ничего это определение не напоминает, если мы переведем эти слова в отношении сегодняшних лидеров? А дальше в дневнике Чиану уже от себя добавляет. Англичане не будут воевать, они не хотят войны. Они сделают все возможное, чтобы идти на уступки как можно медленней, но все сделают, чтобы не воевать. И он был прав. И до самого прихода к власти Черчилля, когда война уже шла, и кризис казался вообще необратимым и ужасным, так и было. Но, слава богу, английская нация не была вся похожа в целом на Чемберлена и на Халифакса, на усталых сыновей многих поколений богатых людей, изнеженных комфортом. И, слава богу, когда Черчилль пришел к власти и мобилизовал нацию, Англия оказалась достойна этого нового лидера Черчилля. Но, чтобы закончить с мемуарами, с дневниками, вернее, Чиану, зятя Муссолини, Через две недели после этой встречи в Риме, которая произошла между Чемберленом и Муссолини, через две недели после этого английский посол в Риме передал Муссолини текст речи, то есть черновик речи Чемберлена, которую тот подготовил для того, чтобы произнести ее перед английским парламентом, чтобы отчитаться об этой встрече с Муссолини. И эта речь была передана Муссолини с просьбой внести в нее поправки, если Муссолини пожелает. Муссолини поправок вносить не стал, сказал, что речь нормальная, а своему зятю сказал, наверное, это первый случай в истории, когда премьер-министр Англии, лидер Англии, дает свою речь для корректуры правительству другой страны. Все это рассказывает Черчилль в своих знаменитых мемуарах о Второй мировой войне. Черчилль ссылается на книгу Чиану. За эту книгу, кстати, Черчилля, мемуары Черчилля о Второй мировой войне, Черчилль получил Нобелевскую премию по литературе. И Черчилль пишет, что читать эти дневники вот об этом эпизоде, об этой встрече в Риме между Чимберленом и Дуче невозможно без жгучего стыда за Англию и за англичан, и за английских лидеров. Но, как я сказал, слава богу, Англия оказалась другой. Национальный характер англичан в массе своей оказался достойнее Черчилля, чем Чимберлена. Но справедливости ради, надо сказать, что Чимберлен после нападения Гитлера на Польшу 1 сентября 1939 года, когда он понял, когда он осознал, какую преступную ошибку он совершил по отношению к Англии, по отношению к Европе, по отношению ко всему миру, он всеми силами попытался искупить свою вину, и до последних месяцев своей жизни он работал в правительстве Черчилля и делал все от него зависящее, чтобы Англия могла победить в этой страшной войне, которую Англия в течение целого года вела одна против Гитлера. С июня 1940 года, когда пала Франция, и до июня 1941 года, когда Гитлер напал на Советскую Россию, на Советский Союз, Англия воевала против Гитлера одна. Это Черчилль назвал «the darkest hour», да, наш самый мрачный, самый темный час. И вот в середине этого страшного для Англии года, этого ужасного испытания, которое она вынесла на своих плечах, сравнимо с тем, как сегодня Украина и Израиль воюют за весь цивилизованный мир, который это не вполне понимает, потому что не имеет исторической памяти. Так вот, в середине этого года, в ноябре 1940 года, Чемберлен умер от рака. И, конечно, этот быстротечный рак, он был вызван шоком и стрессом, который он ощущал ежедневно. Этот пресс вины, вины и позора, который на нем остался навсегда. Он понимал, что его то, что по-английски называется «legacy», то, что он в историю войдет вот так. Вот интересно, Ангела Меркель, которая является, пожалуй, самым главным создателем Владимира Путина, как мощного лидера, которая все сделала для того, чтобы Европа была полностью зависима от российской нефти и газа, которая впустила в свою страну Германию сотни тысяч беженцев из Сирии, испытывает ли она сегодня хоть что-то, напоминающее эмоции Невилла Чемберлена в конце его бесславной жизни? Интересно, Джордж Буш, который говорил после встречи с Путиным, что я посмотрел ему в глаза и увидел его душу, и эта душа чистая, благородная, которая заботится о своей стране, и Буш, который называл Путина «my friend», да, своим другом. Что он думает теперь, сегодня этот Буш, про эти свои слова? Интересно, что думает сегодня Обама про то, как он отдал Крым Путину? Или хотя бы про то, как он в знаменитом разговоре с Медведевым, который был записан и попал в средства массовой информации, а Обама-то думал, что это не записывается, запись не идет, и он сказал Медведеву «передай Владимиру, что после выборов у меня будет больше гибкости, и мне будет легче, так сказать, имеется в виду, принимать, ну, сделать все возможное, чтобы удовлетворить тем просьбам, которые у Владимира есть, что Обама сегодня думает про это. И в целом, интересно, задумываются ли сегодняшние лидеры НАТО, стран НАТО, что они останутся в истории только как уставшие сыновья многих поколений богатых людей, многих поколений политических элит, которые умеют одеваться, умеют завязывать галстук, разбираются в марках вина, умеют с экрана телевизора складно говорить приятные для уха вещи, но когда дело доходит до дел, особенно в состоянии кризиса, они оказываются не способны руководить ничем, рисковать ничем. Оказывается, что они и не лидеры. На Нюрнбернском процессе немецкие нацистские генералы говорили о том, что на момент аншлюса Австрии и взятия Гитлером Чехословакии армия Франции и Англии, совместные армии Англии и Франции, были мощнее, сильнее, чем армия Германии. Но на тот момент лидером Франции был Деладье, а лидером Англии был Чемберлен. Вам это ничего не напоминает? На момент взятия Крыма Путиным и даже на момент начала полномасштабной войны в Украине, совместная армия НАТО была несравненно сильнее армии России. Но поскольку никаких решительных действий НАТО не предпринимала и не предпринимает в отношении российской агрессии, то Путину дали возможность и время договориться и с Китаем, и с Ираном, и с Северной Кореей, и уже потоки оружия оттуда идут, и уже мобилизацию он организовал, и уже он опять наступает. И ситуация на сегодняшний день уже иная, и расстановка сил уже иная между силами добра и зла. Тем более после атаки 7 октября Хамаса на Израиль и последствий этой атаки, и этой войны, тяжелой войны Израиля в Газе, которую Израиль был вынужден начать, у него не было выбора, и последствия этой войны для нашего безмозглого, лишенного исторической памяти, и в большой степени антисемитского мира, это почти весь мир ненавидит Израиль сегодня, и уже расстановка сил иная. Увы, но, как говорится, чем хуже ситуация, тем сильнее, важнее надежда на улучшение. И тут, по моему замыслу, я должен был перейти к следующей своей теме, а именно поговорить о памяти генетической, потому что на Фейсбуке примерно 10 дней назад я опубликовал такой провокационный, сознательно провокационный пост о генетической памяти американских евреев. И этот пост, как я и предполагал, вызвал бурную реакцию, большие обсуждения, которые продолжаются по сей день. И, собственно, из этого поста и родился этот эпизод, который я только что записал. Но я хотел сделать его большим, в первой части об исторической памяти, во второй про генетическую память. Но, как это часто бывает у меня на канале, мне не уложиться в один эпизод, и поэтому про генетическую память тема интересная и мутная, а тема еще более интересная. Я расскажу вам в следующий раз, друзья. Спасибо вам большое. Пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, подписываясь. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok